МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Счастливы вместе в Чебоксарах подвели итоги республиканского конкурса. До больницы с комфортом в Чувашии пожилых людей доставляют до медицинских учреждений на специальных машинах. Неспортивный объект в Новоюжном районе обсудили с правительством дома на школьном стадионе. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел прямой эфир с жителями региона в эфире сразу двух радиостанций Национального и Таванрадио. Онлайн-видеотрансляция велась и в социальных сетях. Информацию обобщил Рифат Ваткулин. Злободневные вопросы, насущные проблемы. Главу республики спрашивали о ремонте дорог и дворов, строительстве детских садов и школ. Не менее актуален и вопрос про ипотеку для молодых специалистов. Кроме радиослушателей Михаилу Игнатьеву обращались и читатели газет «Хапар» и «Советская Чувашия». В Чебоксарах реформа прошла. Уже люди пересели с маршрута в городские большие автобусы. И она спрашивает, когда такой вместительный транспорт будет ходить между столицей и Новочебоксарском. Говорит, что сейчас там в час пик невозможно проехаться, вернее, не всегда справляются с нагрузкой автобусы, да и комфортнее их никакой. Первые шаги, то, что мы сделали, не говорят о чем, меньше стало дорожных транспортных происшествий. На остановках и в городе при движении общественного транспорта стало больше порядка, это правда. Касаясь теперь пассажиропотоков, в данном случае Чебоксары, Новочебоксарцы, Новочебоксары, Чебоксары, конечно, надо будет сейчас провести, с учетом еще заданного вопроса, хронометраж. Какие часы пик, соответственно, на самом деле не хватает там автобусов. Автобусов достаточно приобретено и в городе Чебоксары, и Новочебоксарские. И решения управленческого характера должны быть приняты, соответственно. Максимально то, что нужно на сегодняшний день разрешить, мы разрешаем. За полтора часа Михаил Игнатьев ответил на 25 вопросов. Запись прямой линии можно посмотреть на сайте нашей телерадиокомпании. Все обращения, даже если они не прозвучали в эфире, переданы в правительство республики. Глава республики заверила, что они не останутся без внимания. Рифат Фадкулин, Республика. Чувашия получит более 958 миллионов рублей. Республика вошла в число регионов России, которым положены гранты за эффективную работу чиновников. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего в этом году гранты на общую сумму в 50 миллиардов рублей получат 50 регионов России. Достались они тем субъектам, которые получили наивысшую оценку эффективности деятельности высших должностных лиц. Учитывалось число высокопроизводительных рабочих мест, количество занятых в малом бизнесе, уровень зарплат, доступности жилья, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения, качество окружающей среды. Эти деньги глава республики обещал направить на выполнение социальных обязательств. Продлить и улучшить качество жизни старшего поколения должно помочь качественное медицинское обслуживание. В республике работает специальная программа для тех, кому сложно самостоятельно добраться до больницы. Как решается проблема, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Для жительницы деревни Большие Катрасси Анны Николаевны дорога до районной поликлиники проверка на выносливость. Ей восьмой десяток лет. Подводят больные суставы. Но решение проблемы нашли. Здравствуйте, Анна Ивановна. С 21 ноября в рамках регионального проекта «Старшее поколение» для сельских жителей старше 65 лет заработала специальная служба по доставке пожилых граждан в медучреждения. В списке пациентов составляет местный фельдшер. Затем делает запрос в поликлинику для записи к нужным специалистам. В ноябре мы отвозили трое человек, сейчас еще троих. Запланировали на декабрь месяц 9 человек. От пункта А до пункта Б пенсионеров на всем пути сопровождают специалисты социального обслуживания. Пожилым дорогое внимание и общение. Мобильная бригада в Чебоксарском районе за первую неделю обслужила более 20 пенсионеров. Удобно, конечно. Так привезут, увезут обратно. Прямо из дома. Очень хорошо. Здесь все готово к приему пациентов. Процедура осмотра занимает примерно полтора часа. Немаловажный факт – пожилым людям не приходится сидеть в очередях и искать нужных специалистов. У нас планы выезда организованы два раза в неделю. За один день, получается, мы можем доставить до 9 человек. И при доставке этих пациентов в наше лечебное учреждение по типу «Ромашка» мы предоставляем все необходимые мероприятия и обследования. То есть пока одни сдают анализы на лабораторные исследования, проходят ЭКГ, флюорографию. Другие пациенты могут, к примеру, проверить, не нужны ли им очки. Раньше добираться до поликлиники было не только трудно, но и затратно, сетуют пенсионеры. Это очень хорошо. Хочу сейчас колено посмотреть, что там еще. Я уже долго болею. На такси это дорого, да? Да, дорого очень. Где-то 30-50 обязательно берут. Проверить здоровье уже смогли более 40 человек. Тем, кому необходимо, врачи назначили дополнительное обследование и лечение. Благодаря этой программе у нас есть возможность выявить своевременно скрытые заболевания, либо не допустить запущения какого-то процесса. Пандус для инвалидной коляски, надежные крепления, система климат-контроля. Новая «Газели» и «Ларгус» оборудована всем необходимым для маломобильных людей. Главная задача – добраться до самых удаленных населенных пунктов, туда, где помощь особенно ждут. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Представители столичной администрации обсудили накануне с жителями Новоюжного района строительство дома. Если бы речь шла о многоэтажке в новом районе, вопросов бы не возникло. Однако дом собираются построить там, где изначально ничего подобного не планировалось – на школьном стадионе. Мы находимся на стадионе двух школ. Вот сзади меня школа номер 17, впереди школа номер 37 в Новоюжном районе. И скоро здесь появится новый объект. И речь совсем не про какое-то спортивное оборудование или что-то, что поспособствует занятию спортом. Когда на стадионе появился бетонный забор и строительный кран, чебоксарцы ощутили дежавю. В прошлом году один из застройщиков уже собирался возвести жилую многоэтажку вплотную к стадиону школы номер 27. Вместо здания – заброшенной школьной теплицы. Однако из-за разразившегося скандала этот план не реализовался. В этот раз новостройку собираются поставить на месте заброшенной котельной. Прошлой весной здание выставили на аукцион. На аукцион пришли 8 организаций. Кто-то там хотел приобрести и в этом здании хотел открыть производство лакокрасочных изделий. Другая организация хотела организовать ремонт автотехники. Но все-таки после долгих таких голосований мы выиграли этот аукцион. Жителям еще и повезло. Все-таки одноподъездная девятиэтажка вместо цеха с вредным производством – намекал будущий застройщик. А в качестве социальной нагрузки обещал отремонтировать тротуары и построить вокруг стадиона забор. Впрочем, и без того часть жителей на его стороне. Дело в том, что заброшенное здание, где собирались асоциальные личности, куда бегали курить школьники, давно всем мешало. В это место ходили неформалы. На территории этой трансплощадки собирались гопники, когда-то, если вы помните, в лихие 90-е и даже позднее. Значит, детишки занимались диким паркуром. После урока бегом бегу туда, на крыше, окна побиты, внутри алкаши. Основная претензия тех, кто против новостройки. Будущим жильцам просто некуда будет ставить машины, и они начнут парковаться на территории стадиона. Или займут все прилегающие проезды. Я правильно поняла, что 54 квартира, а парковочных мест не будет вообще? Там 22 машины места. Это временные парковки. То есть человек приезжает, отобедал там. А ночная стоянка сейчас, градостроительный регламент так выстроен, что во дворах максимально мы убираем это все. Кроме того, во время стройки будут ездить больше груза. Вот сейчас начнется это строительство. Начнут про замазы ходить, да? А по какой дороге они будут там ходить, когда там только пешеходная дорога? Там как раз был коммунальный заезд, минуя все дворы со стороны Шумилова. Он до сих пор существует. В итоге мнения разделились примерно поровну. После публичного обсуждения предстоят еще публичные слушания, без которых столичная администрация не выдаст разрешение на строительство. Их назначат после того, как проект будущего дома пройдет экспертизу. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Павел Рыдков. Республика. Из-подо льда на Волге спасатели извлекли автомобиль. Выезжать на водоем на любом транспортном средстве сейчас запрещено по всей республике. Эта машина оказалась в полынье с тремя условно пострадавшими, по легенде, учений сотрудников МЧС. Это произошло буквально три минуты назад. В машине находилось трое людей. Место действия – Казанская набережная Чебоксар в районе поселка Гремячево. В роли пострадавшего сотрудник МЧС. Уже через несколько минут после звонка в ЕДДС к нему направляется экипаж на аэросанях. Передвигаться по льду разрешено только спасателям на специализированном транспорте. Остальным транспортным средством вместе с пассажирами грозит подобная участь. Провал под лед. На разведку на глубину 2,5 метра отправляется водолаз. Перед ним поставлены четкие задачи. От скорости их выполнения могут зависеть человеческие жизни. Первая задача – найти, обнаружить машину, а потом обнаружить пострадавшего в кабине. Все это я сделал. Первое, второе. Пострадавший потом пытался вытащить. Он в какое время не смог его, потому что он между сиденьями и дюрьми зажатый был. Остается только, когда машину вытащить. Только тогда доставать. Такое в Чувашии случалось и вне учений. Пренебрегают безопасностью зачастую любители подледной ловли. Так в 2016-м в Шомиково под воду ушел УАЗ «Буханка». Подобные происшествия были на реке Урга Ядринского района и на реке Маргаушка. Толщина льда на водоемах республики сегодня, если на прудах, озерах, уже более 15 сантиметров. На реках, малых реках, лед еще не полностью встал. Местами есть промойны. Река Волга у нас на сегодняшний день от Чебоксарской ГЭС до Завражки, город Чебоксары. Лед, в принципе, встал. А выше местами есть промойны. Островная часть, там, где присутствует течение, там местами есть участки открытой воды. И на первый взгляд вроде бы как и лед встал. Однако толщина там до 5 сантиметров. Это опасно для выхода даже людей на лед. К ЧП на воде сотрудники МЧС, работники поисково-спасательной службы, медики и специалисты спасательного отряда города Чебоксары готовы. Хорошо бы эти навыки не пришлось использовать в реальных условиях с реальными пострадавшими. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Счастливы вместе сегодня подвели итоги республиканского конкурса «Семья года». Выбрать лучших по-настоящему сложная задача для организаторов. В их руках музыкальным инструментом становится даже борщевик. А еще в богатой коллекции семьи Фомиряковых дудки из сосны, трещотки из липы и кленовый барабан. Они, скажем, очень хорошо звучат. Они очень твердые, когда высыхают. То есть в каждом деле свои хитрости. Секреты старинного ремесла Николай Фомиряков раскрыл своим детям и внукам. Так дело мастера о народных промыслах стало семейным. Музыкальным инструментом типа барабана, наверное, больше десяти фольклорных коллективов на моих барабанах играют. Не только в пределах Чувашей, но и за его пределами. Свои вот внучка во всю учится, играет. Не только изготавливает, но и играет. Супруги Владимировы из Цивильска тоже обучают своему ремеслу детей. Дизайнерские валенки от семейного цеха пользуются спросом и занимают призовые места на выставках. Глава региона отметил, что перед мастерами открываются большие перспективы. Современные валенки. О, это уже вообще. Да, это все. В этой конкурентной среде можно продавать и европейцам, и здесь, и всюду. Все это семейные ценности, которые необходимо сохранить и передать молодому поколению. Так можно сформулировать и главную задачу этого конкурса. Его участники показывают, как поддерживать домашний очаг в неугасающем состоянии. У нас в Ново-Чурашево детском саду и в школе проводится день чувашского языка 25 апреля. Вот тогда и начали, в шестом году. С того времени и вышивали. В этом году участниками республиканского конкурса стали более 130 семей. И каждая достойна главной награды, отметил Михаил Игнатьев. Огромные слова благодарности папам и мамам, которые на самом деле вот эту ответственную, воспитательную работу проводят. И трудовых коллективов, и вообще образовательных школ. Без таких мероприятий, без таких торжеств популяризировать семейные ценности, продвигать, пропагандировать сложно. Глава региона вручил награды призерам и финалистам конкурса. Семьей года признаны супруги Шишовы из Новочбоксарска. Ольга и Сергей воспитывают семерых детей. Каждый малыш это сокровище. Для нас это очень ценно. Многодетные семьи на самом деле самые счастливые семьи. Большая семья, большое счастье. Мы православная семья и соответственно мы воспитываем детей в духе традиций нашей страны, которые сложились. В первую очередь это уважение к старшим, это почитание родителей своих. А что такое счастье? Счастье – это любовь. Семья года республики станет участником окружного этапа конкурса. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Меньше месяца осталось до завершения столичного фотопроекта 550 кадров. Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей города Чебоксары. Участником проекта может стать каждой подробности в нашем сюжете. Этой фотографии более полувека. Она сделана в центре города у Чувашского драмтеатра. Девочке Розе на фото 6 лет. Она приехала в Чебоксары на экскурсию и влюбилась в город с первого взгляда. Вы знаете, в то время здесь залива не было. Не было и памятника Константину Иванову. Здесь была Красная площадь. А чуть дальше был парк имени Крупской. Там было очень много аттракционов. И в вечернее время играл духовой оркестр. А это старейшее здание Чебоксар и все Чувашии. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Веденский кафедральный собор возведен в середине 17 века и до сих пор остается духовным центром всех верующих жителей республики. Валентина Познухова родилась в доме, который находился по соседству. И очень рада, что улица Константина Иванова осталась практически неизменной. Несмотря на то, что наш город очень сильно меняется в последнее время, я очень рада тому, что по-прежнему остаются наши замечательные вот эти волшеские места, на которые мы любим, ходим и будем приходить. И будут приходить, наверное, наши дети и внуки. А этот дуб – один из старейших в нашей республике. Ему почти 400 лет. Он находится недалеко от Веденского собора во дворах домов. Валентина Познухова помнит его с детства. Мое детство. Мы часто играли под ним, часто залезали на него. Мы очень гордились, что у нас во дворе растет такой красивый большой дуб. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи столицы и стать героем рубрики может каждый. Если у вас есть старые снимки на фоне нашего любимого города, интересные воспоминания, которые связаны с этими фотографиями, Мы ждем вас по адресу Проспект Ленина, 15, в редакции Национального телевидения. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Бахтиар Вилиев, Валерий Резюков, Республика. Уже в эту пятницу в Республике должна повыситься температура. Вплоть до 10 декабря метеорологи прогнозируют подцепление до плюс 1 градуса без осадков. А пока чебоксарцы радуются наступившей зиме и готовятся к Новому году. Оригинальности не занимать автомобилистам. Сегодня мои коллеги сняли вот такие кадры. Фигуру, похожую на снеговика, прокатили прямо на крыше машины. Это все новости к этому часу. Далее сюжет о старейшем предприятии Чувашии, чебоксарском хлебозаводе номер один, которому исполняется 85 лет. А я с вами прощаюсь. До завтра. Это сейчас за румяную блестящую корочку хлеба отвечают современные тестосмесильные и тесторазделочные машины, которые не нарушают кликовину. Все это в специально построенных светлых и теплых цехах. В 1934 году, когда начиналась история предприятия, все было по-другому. Завод разместили в здании бывшей Покровской церкви. Все операции выполняли вручную. Этих времен тестовод Валентина Гордеева, конечно, не помнит. Зато помнит, как нелегко было заводу сохранить производство и выйти на новый уровень в перестройку. Я работаю на заводе 25 лет. 10 лет из них я мешу тесто. От качества теста очень многое зависит. Мы никакие улучшители не ложим. У нас все натуральное. Чайные батоны, изюмный батон, они все по вкусу различаются. В тяжелые сороковые стояла задача накормить город. В 90-е остаться на плаву. Сейчас удерживается доверие покупателей за счет качества, а еще привлекать внимание новинками. Мы постоянно занимаемся над расширением ассортимента. Наша продукция занимает призовые места на международных выставках. Ежедневно на прилавке магазинов хлебозавод поставляет более тысячи наименований продукции. В 2002 году открыли кондитерский цех. За смену сотрудники готовят 60 видов разных тортов и пирожных. Покупатель, потребитель, он хочет постоянно видеть разные. И удивлять нам, не просто удивлять, но мы тем не менее стараемся. Коньяк у нас идет пятизвездочный. Яйца идут наши. Мед идет у нас натуральный. Все идет у нас натуральное. За этим у нас очень строго следят. Один из самых любимых среди жителей видов продукции – ванильные баранки и сушки. Технологическую линию законченного цикла, а это тесто-разделочное оборудование, система охлаждения, транспортер и упаковка открыли в специально построенном здании. Это решение генерального директора Елены Бадаевой. Карьеру на заводе она начинала со штамповщицы. Уже 55 лет она печет хлеб и 35 печется о сотрудниках в качестве руководителя. Старанием Елены Игнатьевны из старого бараночного производства перешли новый цех. Мы сейчас работаем чистым светлым помещением. Весь процесс ведется в автоматическом режиме, что позволяет повысить производительность и качество. Новые технологии в сочетании со старыми традициями. А еще любовь к своему делу. Судя по всему, таков рецепт успеха Чебоксарского хлебозавода номер один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова